Ребята, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Сегодня День Радио. Я поздравляю всех своих коллег, всех работников радио, всех работников СМИ в этой области. С праздником! Будьте здоровы, счастливы, успехов вам в творчестве! Сегодня я хочу вам показать небольшое видео, в котором отвечу на очень популярный вопрос, который вы ставите передо мной уже давно. Есть ли потери и есть ли вообще разница при соединении антенны и модема с USB разъемом, с FTP, с UTP разъемом, или коаксиальной сборки, как вот сзади меня сейчас я положил на диван. Вот я сейчас подключу две совершенно одинаковые антенны, направлю их на одну и ту же базовую станцию, и мы посмотрим в первую очередь качество сигналов. Есть ли разница или нет? Посмотрим. 10 метров USB кабеля, 25 метров UTP кабеля и 10 метров очень качественно популярного 50-омного кабеля марки 5DFB, просто подключим к модему. Вперед, ребята, будет интересно, поехали! А кто не подписался, не забывайте подписываться. Итак, у нас 20-децибельная антенна VARIUS, на которой мы видим два уличных ВЧ-разъема 50 Ом марка NFML, NFML1, NFML2. Внутри этой антенны две метные печатные платы. И второй вариант, это точно такая же антенна, но уже разъемов вот этих нет. Есть такой бокс, он герметичный, очень качественный бокс, из которого выходит у нас UTP кабель 25 метров. Внутри бокса есть патч-корд для роутера, есть комплект питания POE от микротика, пакетик силикогеля и вот такие два пиктейла, для того, чтобы подключать этот бокс к модему. И внутри находился модем, маршрутизатор. Можно Wi-Fi включать, можно выключать по желанию. И потом пошел кабель в помещение. И, соответственно, помещение, все это дело подключается уже через вот этот вот POE инжектор, подключается к вашему компьютеру, к вашему домашнему роутеру Wi-Fi, и уже дома раздается Wi-Fi сигнал. А потом мы еще попробуем такой вариант. Мы просто подключим сюда модем, и, минуя всю эту систему, возьмем вот такую кабельную сборку. Это уже FTP кабель, но, видите, он уже с USB-концевиками. Мама, папа, 10 метров длина. И посмотрим, какое качество будет в таком варианте. Потому что у нас бывает антенна еще, где поменьше бокс размер, и там только модем. Еще два слова добавлю. Вот сейчас у нас здесь, видите, какие идут разъемы? ЦРЦ-9. Вот так покрупнее, чтобы было понятно. ЦРЦ-9. Это уже такой старый вариант комплектации. Сейчас мы комплектуем эти антенны разъемом вот такого типа. Вот такой разъем, да? А уже к нему идет переходник любой. На любой модем, на любой роутер сюда можно накрутить переходничок. Поэтому сейчас немножко другая история. Вот. Значит, дальше что получается? А если кабели 25 метров кому-то мало, ютипичного, да, можно сделать и 100 метров, друзья. Но в этом случае уже будет поэ-питание другое. Нужно будет брать уже, например, что-нибудь типа TP-Link 200-ый, инжектор и сплиттер, да. Там 48 вольт, и понижение наверху идет уже на 5-12 вольт. Такой комплект уже, соответственно, будет стоить подороже, потому что более серьезное поэ-питание, если мне память не изменяет, что-то в районе около 2000 рублей стоит комплект поэ-питания. Так, ну начнем, наверное, с этой антенны. Я ее уже подсобрал немножечко, да. То есть мы сейчас ее установим просто на подоконник, откроем окно, чтобы нам стекление не мешало, направим на базовую станцию, и уже посмотрим сигналы вот с такими кабельными сборками. Мы их делаем тоже сами, полностью пропайка. Все это делается ребятами из нашей команды. И вот такие будут пиктейлы. Пиктейлы, друзья, тоже не покупные. Мы их тоже делаем сами. 316-й кабель, 50 том, соответственно, посеребренный. И каждый из концевиков имеет пропайку. То есть это не просто обжим, а все пропаяно. Вот такая суть. Поехали. Сейчас подключил я кинетик к модему. Пока все без антен, просто ради интереса. Посмотрим, что там базовая станция выдает. Так, на скачивание в районе 5 Мбит в секунду. И сейчас посмотрим на загрузку. Просто на подоконнике стоит модем, пока ни к чему не подключенный. Сейчас посмотрю загрузка. Загрузка в районе 7. Даже 8 Мбит сейчас показывает. 7-8 Мбит в секунду. Это так, ради спортивного интереса. Ну, а сейчас у нас антенна стоит у открытого окна. Чтобы нам остекление не мешало. Кто не видел, смотрите предыдущие мои видео. Я показал, остекление мешает сильно. Поэтому мы окошко открыли. Но для удобства я на кронштейн антенну не ставлю. Там его тем более и нет. Просто в открытое окно направил в сторону базовой станции. Сейчас антенна не подключена. Вот наши сигналы. RS-RP у нас в красной зоне. Там минус 100, грубо говоря, минус 101. Это значит, у нас получается среднее значение полученных пакетов. RS-SI, видите, минус 73. Кстати, неплохой сигнал. Модем все-таки с подоконника хорошо получается. RS-RP вообще минус 105. Синер где-то 0 до плюс 6. Это хороший показатель. Но тоже желательно, конечно, повыше поднять его. Так. Да. И качество полученных пакетов тоже неплохое. Но все-таки тоже можно поднять повыше. Самый главный показатель у нас RS-RP, на который будем сейчас ориентироваться. Минус 105, минус 106. Значит, давайте так. Я к модему подключаю сейчас два пиктейла. Основной пиктейл, это который вертикально поляризован. Дополнительный пиктейл, это который у нас антенна имеет горизонтальную поляризацию. Подключили. Так. Давайте опять посмотрим сигналы, как изменились. У нас сигнал RS-RP уже поднялся в зеленую зону. Минус 87, 88. Синер у нас подрос до зеленой зоны, до 17 скачет. Даже 18 вылетает. Это всегда будет немножко меняться, потому что это среднее значение. Это тоже среднее значение. RS-SI у нас хорошо улучшился. Минус 59, да. И RS-RQ у нас улучшился в зеленой зоне. RS-RP минус 88. Ну, примерно так. Я не буду сейчас настраивать антенну точнее. Ее, конечно, можно покрутить еще. Но пока вот такие показатели. Все. Можете, кому нужно, поставить стоп-кадр. Сейчас мы будем, ну, ради интереса, я думаю, скорость замерим еще посмотрим. Будем менять антенну. Будем подключать уже антенну с UTP кабелем и с кабелем, значит, USB. Итак, я думаю, что мы сейчас с вами сделаем замер спид-теста. Посмотрим, какая там будет ситуация у нас. Так, вот таким вот образом дернем. Посмотрим. Здесь у нас мегафон. Ну, да, заметный прирост скорости, конечно. 25, 26, 27. С антенн намного веселее, конечно, по поводу скорости. Сейчас посмотрим обратный канал. Может, даже и он подрос. Потому что модемы через антенну легче передавать. Да, он тоже у нас подрос в районе 15. Ну, такие показатели. Все, сейчас меняем. Меняем антенну и смотрим. Так, здесь уже у нас CINR скачет до 21. Значит, RSRP минус 83. RSSI минус 62. RSRQ до минус 7. У нас идет. Значит, какая здесь схема? Антенна стоит точно так же, чтобы вы понимали. Точно такая же антенна на медных печатных платах. Производство VARIUS. Но у нас модем подключен короткими пиктейлами прямо на антенну. Этот модем и этот кинетик находятся внутри этого бокса, если на улицу все это выносить. Запитано все это дело через пояс плитер. Сюда у нас вставлено 12 вольт приходит. Сюда у нас дата. Это UTP кабель. И потом все пошло вниз. Условно говоря, к нам домой. Если антенна на улице, мы фантазируем. А это у нас дома. То вот у нас запитано все это дело блоком питания от кинетика. От кинетика блок питания 12 вольт 1 ампер. 25 метров кабеля. Я его вот так просто распутал, чтобы вы понимали. То есть, вот тот черный кабель у нас был разложен тоже. Чтобы не было колец. И сейчас UTP кабель тоже я распрямил полностью. Так, а вот этот уже кончик, этот разъем RG45, он нам сейчас не нужен, потому что мы подключились к Wi-Fi вот к этому. Но если вы дома все это делаете, у вас эта антенна оказывается на улице. Wi-Fi можно выключить, чтобы он там не мешал антенне работать. Можно оставить, это уже по вашему желанию. А вот этот кабель приходит в помещение в ваш компьютер. Самый обычный RG45. Или, например, в ваш Wi-Fi роутер. Любой модели совершенно. Подключаете ваш Wi-Fi роутер. Назначаете порты, назначаете точку доступа. И у вас дома Wi-Fi уже раздача идет от вашего роутера. Вот такие вот сигналы, ребята. Вот, пожалуйста, вам реально таскать. Пример работы этой антенны уже через коротенькие пиктейлы. На мой взгляд, конечно, получше. Сейчас давайте посмотрим тоже скорость. Посмотрим скорость. Какая у нас там будет. Опять же, еще раз повторяю. Скорость это такой относительный показатель. Но, тем не менее. Это то, что было. Так. Это то, что сейчас есть на базовой станции. Подчеркиваю, друзья. На скорость ориентироваться не стоит. Нас в первую очередь интересуют сигналы. Потому что на базовой станции все меняется. И вот всевозможные, так сказать, умные монтажники очень часто в своих видео подыгрывают. Видите, вот это получше, это похуже. На самом деле просто ищут разные промежутки времени. Когда вышка повыше, они подпихивают нужную антенну и показывают, что, видите, вот здесь скорость побольше. То есть нечестная игра. Я вам показываю все как есть. Вот сейчас скорость выгрузки больше, скорость загрузки меньше. Это как раз подтверждает то, что базовая станция маленечко перезагрузилась уже абонентами. Но сигналы явно выше. Сигналы явно выше. Вот вам, пожалуйста, ребята, пример. Все. Убираем все это дело. Антенну оставляем ту же. Но между модемом и роутером подключаем USB кабель. Чтобы у нас было USB соединение. И посмотрим, как все это будет работать. Сейчас у нас решение с USB. 10 метров от кинетика, которая стоит у вас дома. Идет 10-метровый USB кабель. Мы его собираем на FTP. Видите, ее типичный чуть потоньше. FTP-шный потолще. Потому что он с экранировкой. По нему идет питание к модему. Вот я вот так же разровнял все. Там раскидал по полу, чтобы вы понимали, да? Все кольца убрал. И кабель пришел сюда. Приходит к антенне. У нас есть решение, где небольшой бокс, внутри которого находится модем на таких же пиктейлах. Но питание уже идет через USB кабель. 10 метров максимум. Нормально. Кто не смотрел, смотрите предыдущее видео, ребята. Там я все показал. Потерь у нас нет никаких по напряжению. Все замечательно работает. 10 метров четко. Так, значит, что у нас здесь есть? Сейчас я включу смартфон, чтобы вам показать, какие у нас сейчас тут сигналы. Так, вот так, наверное, видно, да? RSRP минус 83. SINNER 20 скачет в зеленой зоне. Я смотрю максимальное значение. RSSI 59. RSRQ минус 7. там вылетает, да? Тоже хороший показатель. Вот вам, значит, пример. Даже 22 SINNER вылетает, да? То есть неплохо. На мой взгляд, сопоставимо с тем, что антенна работает через UTP кабель, уже без USB соединения. Так, и давайте мы тоже сейчас с вами возьмем и сделаем замер скорости. Это то, что у нас было. Опять же, на сервере мегафон. Наверное, вот так будет получше. Сейчас попробуем поднять его, чтобы он не падал. Да. Так. Ну вот, видите, какая скорость. 24. Вышка посвободнее стала. Пинг очень хороший. Пинг 49 у нас миллисекунд. Обратный канал, видите? 17-18. То есть в полном порядке. Все работает хорошо. Ну, а до базовой станции здесь, ребята, приблизительно где-то около 4 километров. Я уже показывал в своих предыдущих видео, да? Вот сейчас смотрите номер базовой станции. Кому интересно, потом можете набрать в интернете. Вот посередине, где целый ID, там у нас номер вышки 5А59Е65. Так, и может быть еще ради интереса вам может быть тоже будет не лишним информацию показать по параметрам этой базовой станции. Сейчас загрузим мой модемчик. Я вам сейчас покажу. Так, это есть настройки сети. Нас интересуют настройки сети. Так, вот у нас все бенды включены. и в данном случае мы используем бенд номер 1 2100 МГц. Немножко убежал, ладно. Сейчас загружу, вам покажу этот бенд, чтобы вы понимали. Ну, а направление, вот смотрите, чтобы было ясно. Вот туда у нас вот такая деревушка. У нас вот ровно за этим домиком с металлической крышей по центру кадра, туда идет высокий бугор. Я нахожусь в низине. И за этим бугром идет очень плотный лес. И за лесом где-то плюс-минус там в 4 километрах находится базовая станция. Она стоит на вышке приблизительно 30 метров высота. Вот такая ситуация, друзья. Поэтому что и мим, то и мим. Я вам продемонстрировал. Смотрите, принимайте решение о том, какая антенна для вас лучше. Конечно, когда у нас модем и роутер находятся в антенне, это лучше с точки зрения сигналов. В первую очередь, потому что у вас нет потерь. Но не всегда это возможно. Допустим, у вас регион, где зимой очень холодно. То есть, не минус 30, а минус 50, минус 60. В этой ситуации имеет смысл, конечно, модем и роутер оставить дома, а уже на улице использовать антенну Майма, например, Вариус, и соединять ее двумя коаксиальными кабельными сборками. Антенна может работать в минус 60 без проблем, там ABS-пластик, он не хрупкий. А что касается непосредственно роутера, то он у вас дома в тепле. Ну вот, я сейчас отключился от Wi-Fi и подключился 4G, загрузил приложение Net Monitor, можете, кстати, им пользоваться. Вот она, наша базовая станция, с которой мы работаем. 2100 МГц, 4G у нас, да, и вот ТИ-оператор. Расстояние, к сожалению, не показывают почему-то сейчас на этой вышке. Ну вот они, сигналы просто на смартфоне, на подоконнике, да, минус 108, минус 120, просто разные каналы, да, ну то есть сигналы очень плохие, просто на подоконнике, что смартфон, что модем без внешней антенны работает очень плохо. Вот вам реально пример, пример работы. Ну что ж, друзья, не будем затягивать это видео, в принципе, все я вам показал, что хотел, на вопрос, надеюсь, ответил, что не ответил, пишите, как обычно, в комментариях, буду внизу уже в чате под этим видео давать дополнительные ответы, если какие-то дополнительные вопросы, я с удовольствием, так сказать, задавайте их. Вот, на сим все, думаю, что все показал, еще раз всех, так сказать, моих коллег, всех поздравляю с праздником, с Днем Радио, вас, дорогие друзья, кто не подписался, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить, впереди будут интересные сравнения, я приобрел походную военную мачту, я думаю, что будем выезжать в поля и делать полевые тесты, так что будет интересное сравнение разных антенн. Вперед, как обычно, с вами Евгений Радист, пока, пока. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,